Всем привет, дорогие друзья! И вот я снова забежал к старушкам на огонёк, чтобы сделать нормальный билд Ведьмака. А не то недоразумение, что я сделал в прошлой серии. В прошлой серии я сильно не заморачивался, потому что просто хотел получить послух от Фелкина. Итак, давайте первым делом прокачаем интеллект и веру, ну, примерно под 30. Этого будет, в принципе, вполне достаточно, чтобы пользоваться такими заклинаниями нормального уровня. Урона тьмы скелится от высшего показателя интеллекта или веры. То есть нет смысла держать, допустим, интеллект на 20, а веру на 30. Тогда тьма будет скелиться от параметра 20. Поэтому всем Ведьмакам нужно держать эти два параметра на одном уровне. Давайте возьмём адаптивность, как обычно, на 25. Ловкость и сила будут у нас зависеть от оружия, которое мы будем использовать. Использовать мы будем катану. Единственная проблема, я не помню, какие параметры нужны минимальные для катаны. Так, для утиготаны нам требуется 10 сил и 16 ловкости. Делаем 10 сил и 16 ловкости. Так, учёность поднимаем, чтобы у нас было хотя бы 2 или 3 ячейки. В принципе, можно сходить и достать южно-ритуальное кольцо, которое добавляет ещё 3 ячейки. И тогда, в принципе, учёность особо и не нужна. Но давайте всё-таки поставим 16, не так уж, что и дорого. Физическая сила нам абсолютно не нужна. Мы будем входить в трипье. Все остальные очки навыка лучше скинем в стойкость и жизнь. Давайте поднимем стойкость до 20. В принципе, больше и не нужно. Возьмём 42 жизни. В принципе, даже 20 чересчур много для Ведьмака. Ну, ладно. Будем иногда бить катаной, поэтому оставим 20. Итак, что касаемо катализатора и сета. И самым оптимальным, наверное, сетом брони это будет сет львиного мага. Так как он увеличивает скорость использования заклинания. Вообще, скорость и количество заклинаний это две основные, наверное, характеристики для любого заклинателя. Будь то маг, либо ведьмак, либо духовный человек. Единственный, конечно, недостаток у этого сета. У него нет головного убора. И он, конечно, выглядит не очень привлекательно. Но зато очень лёгкий. И вместо головного убора поставим капюшон Ведьмака. Так как этот капюшон увеличивает количество использования для каждого заклинания. В качестве катализатора будем использовать чёрный посох Ведьмы. Посох заката, конечно, круче. Но есть одна очень интересная особенность у Тьмы. Дело в том, что часть заклинаний Тьмы кастится при использовании катализатора посоха. А часть нужно использовать колокольчик. А чёрный посох Ведьмы, он универсален. По дамагу, конечно, заклинания будут на ней несить меньше. Но зато мне не придётся париться со сменой катализаторов. А так как мы всё-таки будем играть этим сетом не в PvP, а в PvE, то выжимать максимум из урона мне нет необходимости. В PvE лучше сделать ставку на универсальность. Итак, давайте усилим что-нибудь. Так, у меня нет душ, да. Я же умер и не забрал свои души. Но там их и было-то не так много. Но у нас есть твёрдые души. В принципе, этого нам будет вполне достаточно. Чтобы усилить наш катализатор. Чёрный посох усиляется при помощи обычного титанита. Это, в принципе, проблема, но вроде как не хватает титанита, чтобы прокачать на плюс 10. Так, не хватило душ. Так, щит этот, конечно же, нужно поменять. Мне не хватает на него характеристик, да. И, в принципе, он мне особо и не нужен будет. Ну, можно, конечно, взять какой-нибудь простой щит. Но я лучше вместо щита, наверное, возьму пираментическое пламя. В принципе, ничто не мешает ведьмаку пользоваться параллельно пирамантией. Главное, чтобы ячеек заклина не хватило. Поставим на всякий случай катану. Нагрузка у нас всего лишь 36%. Это очень мало и это очень классно. Так, теперь нужно разобраться с кольцами. Самый лучший вариант это взять какое-нибудь кольцо чистой лазури. К сожалению, оно у меня только плюс 1. Оно ускоряет использование заклинаний. Вместо кольца защиты возьмем южное ритуальное кольцо, которое как раз и добавит нам дополнительные ячейки для заклинаний. Можно, конечно, сбегать и раздобыть эти кольца, которые будут более эффективны на плюс 2. Но для этого нужно будет убить парочку боссов на НГ плюс 1. В принципе, это не такая проблема. Боссы там не сложные. Это, по-моему, повелители скелетов и... Полнашка. Давайте составим заклинания. У нас есть 5 ячеек. Но это не означает, что я смогу поставить, конечно же, 5, потому что некоторые заклинания занимают сразу 2 ячейки. Конечно же, берем сферу тьмы. Давайте еще возьмем звучная душа. К сожалению, она, конечно, кушает души, но против особо жирных противников можно ее вполне использовать. И давайте возьмем что-нибудь из пирамантии, например, шторм хаоса. Но, к сожалению, у меня далеко не все заклинания тьмы присутствуют. Надо сходить к стрейду и немножко закупиться. Так, как вы помните, он также делает оружие из душ. Давайте я все-таки почитаю лор потом, когда убью всех боссов, хотя бы основной сюжетной кампании Dark Souls 2. Почитаем сразу у Стрэда и у Орнифекс. Так, и он, кстати, стал продавать броню Фарлорна. Капюшон Фарлорна, блуждающего в землях нежитий. Получив при рождении одержимость Алдии, Фарлорн лишился своего облика и потерял мир, который хотел назвать своим. Теперь он странствует в иных мирах в поисках дома. Но не обретет себя, Фарлорн обречен на бесконечные скитания. Да, Фарлорн – это очередное одещище Алдии. И он продает еще немного порчи. Это сродство. Но, к сожалению, нам не хватает на него интеллекта. Но можно, конечно, воспользоваться фемианами и понизить требования, тем самым и понизив урон этого заклинания. Но оно занимает три ячейки и не такое мощное, как в первом Dark Souls. Поэтому, думаю, что мне оно не пригодится. Можно у него прикупить Темный Град. Неплохая порча для ПВЕ. И, кстати, если со стрейдом поторговаться хорошо, то, по-моему, он подарит свой сет. Ну, я не помню, насколько нужно у него наторговать. Давайте попробуем. Еще у нас 16-го сырья у него чего-нибудь купить. Заодно купим сродство, которые в первую часть назывались Преследователями. Можно купить у него сет Фарлорна. Также он продает достаточно мощную пиромантию. Но далеко не самую мощную в игре. Так, что еще можно у него купить? Давайте купим кольцо. Так, ни в какую не хочет он мне отдавать свой сет. Ну, давайте еще. Немножко у него закупимся. Все души потрачу на него. Может быть, я что-то путаю. Может быть, какие-то другие условия нужно соблюсти. Можно еще одну сферу тьмы прикупить, чтобы их было много. Странно. Либо я что-то путаю, либо нужно обменять великие души. Ну, ладно. Я еще к нему вернусь. В принципе, мне его сет особо и не нужен. Единственное, что его шапка, по-моему, тоже ускоряет скорость заклинания. Ну, ладно. Я думаю, мы как-то переживем это. Пусть лучше у меня будет ведьмачья шапка, которая увеличивает количество заклинаний. В принципе, для ПВЕ этого уже достаточно. Так, давайте составим заклинания. И возьмем... А, Темный Град-то 2 занимает. Жаль, жаль. 2 занимает и всего 9 заклинаний. Но можно, как вариант, взять еще одну сферу тьмы, и у нас их будет 46. В принципе, неплохой вариант. И давайте вернемся в лес павших гигантов, чтобы посетить их воспоминания. И сейчас у нас будет избиение младенцев. 46 зарядов. Это, конечно, очень круто. Даже если эти заряды закончатся, всегда можно воспользоваться травой, чтобы эти заряды пополнить. Солдаты по старой памяти все еще бьют гигантов. И мы попадаем в память Ваммара. Во времена вторжения гигантов на земли Дранглика. И мы не сможем привести себя в том, Повторяйте мой имя, и никого не будет задержать твоего выхода. И даже если вы не хотите, через сейчас мои мальчики не имеют правильное решение. Soon, гианты пройдут на эту борьбу. Это ревенция для Крым-крым-крым-крым. Девен-крым-крым. Дев Гианты не обычные барбарианцы. Сингулярная революция влезет в их сердце. Мой отец и его отец боролись на этой земле. Гианты имеют волосы. Они не могут найти это в себе, чтобы исправить миссии от нашего бога. Ты видел его? Товерный монстр между ними? Это, конечно же, их king. Он будет обрабатывать. Даже если я умею деться. Моя крючка может разрушить, мою крючку широкую, но моя воля никогда не будет разрушена. Те, кто живут над мечтой, умеют от него. И я, Драмонд, не уйдет, без отрезания моего. Начинаем с тобой. Эта борьба скоро уйдет. Начинаем. Ура. Начинаем с тобой. Начинаем с тобой. Так, это сам Драмонд во платье. И он нам рассказал, по какой причине все-таки гиганты напали на земли Дранглика. Да. Король Вендрик по напутствию Ношандры разграбил земли гигантов. За что уже несколько поколений страдает все население Дранглика. Также он у них играл некий трофей. Что именно он украл, не называется, но есть предположение. Именно этот трофей мы и получим в одном из воспоминаний. Гиганты тремя выстрелами, это круто, конечно. Звучной душой, наверное, будет еще быстрее. И пепельный туман рассеивается, да. Диалог был очень длинный, и в воспоминаниях долго находиться нельзя. И нет даже никакого смысла дальше продвигаться, потому что я все равно не успею. И не хочу просто тратить свои заклинания на этих двух здоровяков. проще воспользоваться пером. И вернуться обратно. Хотя нет, зря я это сделал. Блин, придется тогда опять бежать. Ну ладно, бежать недалеко. Да, раз уж я был у костра, надо было восстановить количество заклинаний. Мои, говорит, люди пропустят тебя. Тут уже капитан Драмонт от твоих людей и ничего не осталось-то толком. Мы всех перебили. И в этом воспоминании особо ничего интересного-то и нет. Даже особо не вижу смысла убивать этих двух здоровяков. Просто мимо них проскользнуть и добрать здесь большую душу солдата. Теперь не попасть под огромную дубину. Здесь у нас уже происходит жесткий замес. И похоже, что не в пользу солдат короля Венрика. Можно видеть, у этих гигантов даже есть пираманты. Достаточно сильные. Оу. Окей. Солдат перебили. Давайте в этот сундук. А там ребята кувыркаются, значит, окаменевшие. Доски зависли в воздухе. Снимаю. 470. Ну-ка, а звучная душа. 600. Ну, кстати, не так уж и много. Но зато звучная душа тратит души. По 100 за каждый выстрел. Дубина воина-гиганта. Сейчас мы ее прочитаем. Бедного затыкали. Привет, пирамант. Ему, кстати, можно сделать бэкстеп. Ай-яй-яй. Так, тихо. Падает. Душа великого героя, уголь вражды. Ну, тоже такой. Вау. Кажется, он разозлился. Я тоже немножко пирамант, но не буду тратить на тебя заклинания. Где-то там. Все, добьем. Заберем душ. Хотя двое подбитые уже. Да. Не особо-то их потрепали. Ну и ладно. Время у нас на исходе, поэтому надо поторопиться. Отсюда. Красная вода. Красная вода, по-моему, восстанавливает заклинания, поэтому, в принципе, она сейчас нам полезна. Можешь сломать забор. Да, может. Но. Слишком. Медленно он. Старом, чисто самоцвет. Здесь еще что-то лежит. Душа великого героя. Факел наш. Факел мне здесь, конечно, больше всего нужен был. И то, зачем мы в основном сюда и шли, это душа гиганта. Это как раз тот гигант, в память которой мы и посещали. Дубина воина гиганта, дубина гигантов, осаждавших Дранглик. Всего лишь привязанный к дереву булыжник. Примитивное, но очень мощное оружие. Король Вендрик повел свои армии на север, чтобы во славу королевы Нашандры покорить гигантов и забрать их сильные души. В общем, Нашандра манипулировала Вендриком как только можно. Да, Вендрик был тот еще подкаблучник. Теперь нам нужно посетить то место, где мы сражались с преследователем. Будем тратить заклинания. Хотя, наверное, придется, потому что здесь надо будет поговорить с Бенхардом. А эти негодяи могут нам помешать. Ох ты, живучи какой. Окей, Катана. Где моя? Катана! О, кстати, неплохо. О, что мы встретимся снова? Что ты делаешь здесь? О, что мы встретимся в этом месте? О, что не будет. О, что не будет. О, что не будет. О, что-то. О, что-то. О, что-то. О, что-то. О, что-то так, что улетели в них. О, что-то... О, что-то бы на нашем роде там много лет. Субтитры сделал DimaTorzok Ну истинная сила этого меча никто никогда и не владеет, так этот меч подделка Ну ладно, Бенхард, не переувеличивай Я вам огромный день с вами, и я никогда не забуду Я Бенхард, упомянулся на мою увену, чтобы помочь тебе в твоей твердой часа, нет проблем Да, пока что он не хочет нам ничего отдавать Пойдем посетим очередное воспоминание Память Орро И, как ни странно видеть, здесь находится Бенхард 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 И большой вопрос вообще, каким образом он тоже сумел попасть в воспоминания Это явно тот же Бенхард, с которым мы разговаривали буквально минуту назад То есть он каким-то образом тоже овладел силой перемещаться в прошлое Больше это никаким образом объяснить нельзя И он про это ничего не говорит И вот ничего не удивляет, что я в прошлом, он в прошлом В общем, странный подход разработчиков к этому делу Пехотинцы достаточно прочные Похоже, они обладают очень высоким сопротивлением к порче С первого захода мы эту локацию тоже не сможем осилить Так как здесь достаточно много всего интересного лежит У них даже есть неплохой секрет Который разработчики пытались так хорошо заныкать Здесь можно вставить ключками фарса Ну-ка, попробуем выстроить из баллистов Да, работает Здесь у нас сундук Ну, этот Сундук Вау Почему-то я не смог отпрыгнуть, оказывается, ловушкой Слава богу, не смертельный для меня Здесь еще одно место для того, чтобы вставить каймфараса Но не нужно этого делать, так как это активирует ловушку И отсюда полетят диски На самом деле Нужно нажать на эту стену И вот здесь как раз и есть Нужная нам комната с секретом Нужная семя Нам это не нужно А здесь у нас лежит стальной сет Упепельный пляж у нас расселся Но ничего страшного Так, надо было прочитать стальной сет Перед тем, как заходить в воспоминания Ну давайте, я надеюсь, я не забуду потом его прочитать Потому что читать описание предметов воспоминаний Это Не очень умная затея Так Да, эти пехотинцы сложнее, чем гиганты По крайней мере Для меня Потому что еще дохнуть не хотят с первого удара Вау Там еще же один Чувствую, я сейчас умрал Хоть кого-то я смог убить Этой баллисты На балкота лучше поставить Так, и мы Поднялись наверх Крепости Где происходит очередной замес Давайте попробуем сжечь их пиромантии У тебя они сами пироманты Второго не сильно зацепила Но тоже неплохо Стреляй, баллиста Да не в меня, гиганта Стреляй Ну и кривоже, а Эти парни еще и с пиками Хуже не придумаешь Ну что встал-то Это кого-то стреляет, не поймешь кого Ладно Ау Я по привычке уже жму на кнопку Чтобы прикрыться щитом Щита-то нет Не, ну классный ты мужик, конечно Против щитовиков, конечно, смоги Туго Так, здесь Небольшой секретик Нужно отпустить платформу И спрыгнуть на нее Блин Ну ладно У нас уж мы оказались внизу Давайте соберем то, что здесь внизу лежит Панцерный доспех Но это осталось от солдат Которые здесь погибли Душа Сосуд А солдаты, как ни странно, здесь победили И в принципе Можно, по идее, забирать отсюда душу гиганта И валить отсюда Но Я же не все еще здесь собрал Там еще сверху куча стрелков Здесь я все забрал Давайте поднимемся наверх Хотя я его, наверное, ни черта не успею сделать Я тоже умею кидаться Ой Они шпиговали меня Придется-то нечем Можно было поставить какой-нибудь щит, конечно, вместо этой перчатки пиромантии Было бы просто более разумно Я так и сделаю Хотя мне ничто не мешает параллельно поставить какой-нибудь легкий щит Щит дракона, например У меня закончились пузыри Плачевно Сюда еще закатная трава И вот как раз вот туда Я должен был попасть, когда спрыгнул на платформу Но я не попал Ладно Придется еще один заход делать К сожалению, у меня нет пузырей Будем пользоваться камнями Так, опять бежим наверх Стараемся пробежать мимо этой пехоты Чтобы сильно не задерживаться Здесь здесь еще один предмет лежит Но, по-моему, это фигня Давайте я его возьму Давайте я его возьму Уша отважна, воина Зашибись Вот, мне он здесь абсолютно не нужен был Спасибо Так, ну, в принципе, мне все равно нужно было падать Еще один панцирный доспех Мне придется еще раз подняться Что-что такое? Все, вы всех убили Отлично Еще и кольцо почти сломали Нельзя пройти застрял ну давайте еще раз попробуем теперь главное успеть озвучена душа тысячи лично быстро берем и вален открывай быстрее фиан скептика фиан простака в моем случае в принципе у меня мы уже не так уж и плохо уголь вражды где этот чертов труп гигантов так и 24 тысячи душ но мне даже на один уровень не хватит нужно 27000 3000 хватает ладно побегаю так давайте составим заклинания берем пока пиромантию и поставим темный град и мы опять возвращаемся лес падших гигантов нам осталось посетить еще одно воспоминание но для этого нам нужно еще будет поставить временно кольцо короля я дарую тебе жизнь сама дверь может здесь были в самом начале игры можем эту дверь открыть и здесь у нас еще один костер и это не просто так в этом воспоминании есть босс хоть и не очень сложный я снимал кольцо и у меня отвалилось заклинание порчи с очередной гигант да это то самое место мы там когда-то ходили на той стороне видели это место но не не знали как сюда попасть но таким вот обранным сюда и нужно попадать а здесь лежит диалом с титанитом и ароматной ветвью и окно в которое попасть нельзя да и вообще отсюда теперь уже можно упасть только вниз но это нам не нужно проще воспользоваться берем так оно готово и здесь мы можем призвать капитана драмонда но он нам здесь нужен и бенхарда и вот как раз бенхарда здесь надо бы призвать чтобы получить с него вещи ну на самом деле его призвать конечно не обязательно прямо здесь вообще его по-моему нужно было призвать три раза как раз здесь как раз здесь по-моему на третий раз и будет а помните то самое место где мы сражались с преследователем это вот как раз то самое место здесь очень опасно насиленный обстрел здесь в будущем будет гнездо и теперь главное чтобы нашего несчастного бенхарда еще не убили давайте посмотрим как работает темный град такая куча тушь ну так себе по этих делах если честно лучше его использовать прям чуть ли не в упор чтобы чтобы вся магия попадала в одну точку тогда будет урон более-менее и вот он огромный исполин король гигантов с которым на самом деле мы уже сражались но только там уже был не очень в кондиции здесь он еще вполне вполне бенхарт не умирай я тебя умоляю позвать поставьте помощи куда угодно по урон от этого не меняется можно под юбку заглянуть и там у него как можно видеть ничего нет такой себе король да можно залезть сюда и в принципе вообще расстрелить его спокойно отсюда для мага это самый оптимальный вариант он иногда конечно пытается нас долбануть своим огромным мечом но это ему не помогает так просто он убивается за ведьмака и он нам дает свою душу и урод гигантов тот самый ключевой предмет который нам необходим чтобы попасть к трону желаний и здесь также еще лежит пятая душа гиганта так бенхарт у нас пережил это сражение отлично давайте соберем что еще осталось так главное не умереть на самом деле вот это место очень неплохое место для фарма костер рядом здесь есть гиганты эти летающие огненные валуны их убивают также здесь падает вот эта голова которая тоже их убивает если это все грамотно использовать можно очень быстро нафармить душ при этом еще можно использовать уголь вражды и восстанавливая короля гигантов которые убиваются тоже не сложно в принципе его даже за милишника убить не проблема тактика все та же как и как и с тем гигантом которого мы убивали в самом начале игры этот кстати тот самый гигант и есть просто мы его сейчас убили в прошлом то есть поэтому он на нас так и был зол когда мы впервые его встретили в той пещере когда он чуть ли руки себе отрывал лишь бы только нас убить просто он нас вспомнил да и этот самый герой который убил короля гигантов и тем самым остановил вторжение в земли Дранглика душа повелителя гигантов Вендрик пересек море захватил гигантов в плен заковал их в цепи и привез их в свой замок однако после этой славной победы его лицо мрачнело день ото дня часть гигантов они еще и использовали для экспериментов Алдии если посмотреть душу повелителя гигантов которую мы взяли в самом начале игры повелитель гигантов уничтожал и разорял целое королевство но в конце концов пал от рук и неизвестного воина как раз тем самым неизвестным воином был я подобные фромы уже проворачивали в первом Дарк Соулс когда мы убивали Мануса и только там все заслуги причислили Арториусу что как бы он победил бездну на самом деле бездна его поглотила а Мануса победил наш главный герой но победа над гигантами не принесла ничего хорошего в Дранглик так как после этого появилось проклятие и я забыл обратить внимание там все пехотинцы и солдаты вендика они там еще в человеческом обличии не полые то есть на тот момент еще никакого проклятия похоже не было когда вторглись гиганты хотя возможно и было но не таким масштабным так и я еще обещал вам прочитать стальной сет тяжелый стальной шлем религия оставшаяся от рыцарского ордена в которую входили сильнейшие воины своего времени по моему это сет Таркуса если мне память не изменяет там были балдурские рыцари а эти рыцари по моему назывались рыцари не помню береника ну если что поправьте меня в комментариях да и я забыл совсем прочитать самый важный предмет который мы подобрали в этой серии это рот гиганта у каждого короля есть свой трон и когда он сидит на нем то видит то что хочет увидеть а может быть этот трон показывает королю то что хочет показать пламя ревет но скоро начнет затухать и только достойный наследник сможет возродить огонь но чего же захочет тот кто взойдет на трон и похоже это и есть тот самый некий артефакт который украл вендрик у гигантов некоторые считают что на самом деле вендрик украл у гигантов трон желаний возможно он украл и то и другое так как рот гиганта является ключом к трону желаний в общем тут как бы каждый фантазирует как хочет так ну а мы посетим еще пару мест чтобы забрать кое-какие вещи после того как мы убили короля гигантов ну или повелителя гигантов драман нам дает свой шлем так и теперь нам нужно сходить к бенхарту да вот это самое место сражения где пал повелитель гигантов ох ты ем за мной уже целая толпа да да вот здесь бы пиромантия неплохо зашла сразу по толпе жахнуть разок так а у меня кстати же есть этот темный град но он правда так себя по толпе то бьет что испугались так они похоже что особо и не идут так раскидали свой шмот так а где бенхард а да бенхард же сиганул в прошлое похоже ему там понравилось меня значит выкидывает постоянно а он тут сидит себе спокойно ну вот говорил что никогда не отдаст свой меч но на самом деле не только что свой меч отдал но и весь свой шмот и одежду и щит давайте почитаем маленький щит бенхарта из джуга этот в круглый щит украшенный фамильным гербом очень стар и явно не слишком ценен меч синей луны лезвие двуручного меча сияет как лунный свет в самых древних легендах говорится что этот клинок был рожден великим белым созданием так что же таит в себе это безжизненное лезвие или же здесь какая-то ошибка действительно ошибка так как подлинный меч здесь делается из души доспех неизвестного происхождения собственность бенхарта из джуга очевидно бенхарт нашел его во время странствий на его происхождения неизвестно он его просто обожала никогда не снимал что заметно по характерным запаху фууу какая гадость похоже на одежду ночного дозора из игры престолов ну и на этом наверное пора нам заканчивать сегодняшнюю серию и так мы сегодня достаточно многое сделали пока пока